35 участков для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в воскресенье в 8 утра. Проголосовать на них можно было по территориальному принципу. Везде дежурили сотрудники полиции и наблюдатели. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил работу участка, организованного на базе Одинцовской лингвистической гимназии. Лично убедился о том, что у нас все четко, слажено, все прозрачно, понятно. Здесь также соблюдаются четко все санитарные нормы. При входе выдают перчатки, маски, санитайзеры. Наши все работники на участках и вместе с волонтерами тоже все обеспечены необходимыми сезами, все работают в масках. Поэтому все соответствует тому стандарту, который нам выдал Роспотребнадзор. Среди участников голосования люди как молодые от 18 лет, так и старшего возраста. Одним из тех, кто пришел в этот день на участок в Одинцовской лингвистической гимназии, стал заслуженный артист России Денис Майданов. Мне приятно голосовать здесь, в школе, где учатся мои дети. У меня сын закончил первый класс, дочка закончила шестой класс. Поэтому вдвойне приятно, что это именно здесь происходит. Мы сегодня голосуем всей семьей. Моя жена проголосовала онлайн. Родители решили постоянно прийти на избирательные участки. Поэтому родители жены, моя мама тоже сегодня голосовали. Очередей на участках нет. Ведь в течение недели голосование проходило в электронном виде. Для этого была необходима лишь верификация на портале госуслуг. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков приехал на участок в культурном центре Барвиха. Как положено, предъявил паспорт и получил взамен четыре избирательных бюллетеня с внушительным списком имен для выдвижения от партии кандидатами в депутаты Государственной и Областной Дум. Биографическую справку о каждом из них разместили на информационных стендах. Я хотел сразу все сделать электронно, но все-таки решил оставить на последний день, как обычно, посмотреть, как работают избирательные участки, как они открылись, как все организовано. Поэтому, на самом деле, проверил, как работает электронная, но реально проголосовал сегодня. В принципе, организация хорошая, все обеспечено, как обычно, на высоком уровне. Достойный уровень организации голосование отметила и первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. Она посетила участок в Одинцове, расположенный в поле культурно-спортивного центра «Мечта». Все выдержано, и меры предосторожности в том числе. Я считаю, что сегодня, конечно, особый день. Меня очень порадовало, что в списках есть новые молодые лица, фамилии, людей, которые достаточно с активной жизненной позицией, поэтому меня это очень радует. Участки для предварительного голосования закрылись в восемь вечера. Также в этот день можно было проголосовать и дистанционно, в том числе в 41-м центре компьютерной помощи. Они работали для тех, у кого не получилось отдать свои голоса за кандидатов со своих личных гаджетов. В целом, предварительное голосование в Одинцовском округе прошло спокойно, без инцидентов и нарушений. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».